Подготовка по тяжелой атлетике Это заранее было запланировано Мы традиционный последний сбор перед крупными соревнованиями проводим в Подмосковье на базах И отсюда, во-первых, организационно легче выезжать отсюда Много вопросов возникает с выездом, с организацией Четырехлетие было очень для нас тяжелым После той Олимпиады Буквально через год посыпались у нас проблемы И с допингом связанные При том, что интересно, не сразу нам Нас, так сказать, наказывали А выявлялось намного позже прошедший Сардоне, скажем, чемпионат Европы Уже прошло какое-то время И объявляют, что кое-кто из наших ребят выступал под допингом Хотя мы проверялись перед выездом Сделали корректировки, дружно собрались, оплатили эти штрафы, которые нам назначили Тоже тяжело было, федерация у нас не так уж богата Чтобы на штрафы разбрасываться еще Учли все вот эти недоработки Ну, пришлось упереться по традиции ребятам, конечно Сейчас в хорошем состоянии, не все больных Вот состав, который отбирался, было 12 человек Практически здоровы все были Сейчас осталось здесь на базе 6 человек Все, те, кто выезжает Вот И, надеюсь, свое здоровье донесут до помоста А почему последний подготовительный сбор вы решили провести не на Дальнем Востоке Как это сделали многие федерации А в подмосковном Чехове Как планируете решать проблему акклиматизации? По многолетнему опыту тяжелоатлетики Мы знаем, что это акклиматизация для нас Для нас не является каким-то важным моментом, что ли Главное, выспаться хорошо А 4 часа разницы, это несущественно И тем более проводятся соревнования в 19 часов Наша группа, основные наши ребята будут выступать В 19 по-пекинскому, это 15 часов по-нашему Вот сейчас мы потихонечку перестроим вторые тренировочки И поэтому с едом проблем не будет Главное донести ту форму, которую сейчас у ребят до старта Не потерять Для этого у нас врач усиленно работает Для этого они свой режим соблюдают И по питанию, и все потихонечку подходим Под ту кухню Хотя обещают нам европейскую кухню, но из местных продуктов Я не думаю, чтобы это сильно нам помешало Чему сейчас уделяете особое внимание на тренировках? Техническая работа и нагрузка, конечно Физиологическая нагрузка, чтобы была правильно распределена Ну здесь у каждого спортсмена есть свой личный тренер Тот, который его выращивал буквально чуть ли не с пеленок У нас все уже рассчитано Все на какие дни, у кого какие тренировки, какая нагрузка Проверено, перепроверено, сверено Взяты с прошлых лет многие лучшие варианты И лучшие подводки к соревнованиям Но это обычный режим такой Всегда на главные соревнования выбираешь лучшие варианты Те, которые проверены, которые уже на сайте 4 года проверены Потому что были у некоторых ребят и травмы Выяснили почему, как случилось так Что именно в ответственный момент получилась травма Ну сопоставили, нашли причину, перепроверили Да, так оно есть Вот, по здоровью сейчас очень переменчивая погода Поэтому тоже уделяем внимание Чтобы резких переходов не было Температурных перепадов Кто отправится в составе команды на Олимпиаду И по каким критериям проходит отбор спортсменов в тяжелой атлетике Последний этап отбора был на чемпионате России Это последний этап Не самый основной, не последний этап Практически все чемпионы и призеры Но не все те, которых мы выставляли Сейчас выставляем команду И брался в учет Личный опыт каждого Выступления за вот эти 4 года Лучший результат на международном помосте Внутренний результат не брался, только место Вот, должен быть обязательно Не так, первый, второй, третий Обязательно в призерах И какая разница в результатах между ними внутри И на выезде Вот, категория 77 У нас Олег Перпеченов Это для него очередная Олимпиада Он уже много лет выступает за сборную команду Молодой парнишка вплотную подошел к его результатам Но он пока Леша Ювкин Вот, из Саранска Но немного не дотянул до результата С которым можно конкурировать за место На Олимпийском пьедестале Вот Категория 85 у нас Я рассчитывал, что Может быть Будем выставлять в этой категории Но Буквально совсем недавно Появились еще Несколько спортсменов Это китайцы Китайцы в основном Вы нарисовались, так сказать У которых результат Выше нашего Поэтому здесь на медали рассчитывать очень трудно И Очень хороший, растущий спортсмен У него очень хорошая динамика роста Только из юниоров перешел Василий Половников Ну вот К сожалению Пришлось оставить В запасе Вот Категория 94 Мы выставляем двух атлетов Это прошлогодний чемпион мира Константинов Роман С Новокузнецкой И Хаджимура Токаев Призер прошлых Олимпийских игр Очень цепкий парень И Категория 105 У нас Одна из самых сложных Эту ситуацию я создавал Специально Внутреннюю конкуренцию У нас таких много Ребят очень мощных И на сборах По 5 человек держали Иногда 6 Бывало 4 Само мало И вот именно За счет внутренней конкуренции Держать этот высокий уровень Я предложил состав Состав основной сборной Лапиков и Клоков И с полком поддержал Вот И супертяжелым весом Евгений Чегишин Понятно, что прогнозы Дело неблагодарное Но тем не менее На какое количество медалей На Олимпиаде вы рассчитываете? Есть у нас план Который В общем-то На себя Традиционно берем Это На обе команды На женскую тоже 2 золота 2 серебра 2 бронзы 6 медалей В прошлой Олимпиаде У нас тоже Такой же план был Мы взяли 8 На две команды Мир тяжелой атлетики Время от времени Сотрясают громкие Допинговые скандалы Можно ли рассчитывать Что российские атлеты В Пекине Будут застрахованы От подобных неприятностей? Я могу уверенно сказать Что Ребята чистые Все Все чистые Мы проверяемся Неоднократно Многократно Это 12-15 раз в году Это 12 раз в году Это точно На каждом сборе Вот И так по Назначению Там неожиданно Вчера у нас Международный контроль был То есть не только мы Сами себя проверяем Международный контроль Ну и люди понимают Потому что Знаете Свежо в памяти Вот это все Я надеюсь Что все будет в порядке Если что-то не случится Которое мы не можем Управлять То что Мы можем Это Не применять Ничего Что мы и делаем Вот Но вы знаете Разные бывают И случайные факты Хотя я даже Я их не боюсь Потому что что боишься Что случается Но иметь в виду Надо конечно Давид Адамович Спасибо за ваши ответы И ваше время Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры Спасибо за субтитры